Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы опять будем кушать. Что у нас на сегодня? Как вы видите, у нас две кукурузки, картошка фри собственного приготовления, оливки и немножко салатика, там помидорка и все такое. Также, кстати, прикупила себе новый соус барбекю от Heinz. Такой точь-точь соус есть также и в Макдональдсе. Сначала я покупала сырный. Сейчас купила и барбекю. Еще я в комментариях читала, что вы мне писали. Также Слобода очень вкусная. Я не пробовала, не знаю, что сказать вам по этому поводу. Но Heinz мне очень нравится. Мне нравится, что Макдональдс тоже выбирает именно бренд Heinz. Есть я буду просто руками. Начнем давайте с кукурузы. Я обожаю кукурузу просто. Так как лето, пользуюсь случаем. Ммм, какая нежная. А если макнуть в соус? Ммм, соусом еще вкуснее. Девчонки, мальчишки тоже. Что касается заднего плана. Мне в комментариях писали, что всем надоело, что я сижу в гостиной. Я переехала в свою комнату. В розовую комнату с розовым задним планом. Там уже пошли комментарии, что возвращайся обратно в гостиную. Я уже, если честно, не знаю, где лучше будет снимать. Сама вообще со стороны посмотрела это видео, которое я сняла в своей комнате. Мне кажется, что этот розовый цвет немножко как-то режет глаз. Как-то, знаете, вот здесь вот я в гостиной сижу и все внимание вот на еду. А там, когда я смотрела видео, свое же, да, там все внимание было на вот этот розовый задний план. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите и тоже напишите, пожалуйста, свое мнение. Не знаю просто, что делать. Хочу какое-то разнообразие. Ну, это был неудачный вариант, мне кажется. Очень много было комментариев по этому поводу. У меня есть еще один вариант. С темным задним планом. Но я не знаю, как это в кадре будет смотреться. Водичка. У нас есть третья комната. Там как раз-таки обои темно-серые. Мне кажется, будет смотреться очень даже интересно. Но просто проблема в том, что в этой комнате нету стола. Там вообще другая обстановка. Нужно будет делать перестановку. Из-за моих видео. Как-то постоянно менять задний план. Чтобы смотрелось интересно. Как всегда, я попросила вас задать мне вопросы в инстаграме. Господи, сколько здесь вопросов. Интересный вопрос. Бывают ли у тебя дни, когда тебе не хочется снимать видео? Да, бывают такие дни. Когда у меня нету настроения, мне не хочется делать ровным счетом ничего. Просто лежать. Бывают такие дни. Иногда бывают моменты, что я понимаю, что я занимаюсь какой-то ерундой. В общем, у меня разные мысли меня посещают. Но в основном я получаю удовольствие от того, что я делаю. Мне хочется развиваться в этой области. Снимать как можно больше видео. Просто мукбанки много не снимешь. Понимаете как? Вот сегодня, например, ты села, наелась. Опять ты не можешь снять такое же видео, например, через полчаса. Поэтому в этом плане немножко ограничено по возможностям физическим. Но я стараюсь снимать как можно больше. И прислушиваться к вашим словам. А что касается вопроса, бывают ли у меня такие дни, когда не хочется снимать, да. Бывают. Обычно я как делаю? Я снимаю наперед. То есть, например, даже если у меня сегодня нету охоты ничего снимать, у меня уже есть материал, который я могу выложить. Но это видео вы, наверное, увидите завтра. Да, завтра утром вы увидите. Три вещи, которые возьмешь на необитаемый остров. Интересно. Обязательно взяла бы тональное средство. Взяла бы телефон. Хотя, зачем там телефон? Все равно нету Wi-Fi. Какой смысл? Тоналик, бритву. Извиняюсь за подробности. И третий фотоаппарат повзяла. Ну, камеру, да? Свой Canon. Может, что-нибудь засняла бы там. Как перестать думать о плохом? Не знаю, честно. Я не могу сказать, что я такой сильный психолог. Мне самой нужен психолог. Я, если честно, больше оптимистичный человек. Я стараюсь думать о хорошем. Стараюсь настраивать себя на хорошее. И никогда не зацикливайтесь на мелочах. Есть такая фраза. Я сейчас, может быть, неправильно ее скажу. Но мысли, они материальны. То есть, о чем мы думаем, то есть, с нами и происходит. Старайтесь думать о хорошем. И обязательно с вами будет происходить только все хорошее. Еще очень понравился соус от Хайнс. Барбекю соус. Вот точно-точно такой же, как и в Макдональдсе. Кто любит, берите себе сразу такую упаковку. Идет прям совсем. Почему вы, подруги, больше не снимаете видео вместе? Мы снимаем вместе, но чаще уже снимаем порознь. Это не связано с тем, что мы как-то поссорились и так далее. Просто нужно как-то разбавлять, на мой взгляд, контент. Вот. И опять же, графики у нас не получаются со временем. Но в ближайшее время будет очень много видео со сквозимой. Очень нежная кукурузка. Любишь брокколи? Вот вы прям мои мысли читаете. Вот только недавно была в магазине, как раз-таки вот покупала себе кукурузки. И стояла рядом с брокколями. Думала, может, сюда еще и брокколи добавить. Ну, просто брокколи были там не первой свежести, поэтому братья я их не стала. Но я очень люблю. Очень, очень свежая кукурузка. Очень много вопросов про мужа. Как ты скажешь мужу это? Как ты объяснишь что? Какой национальности будет твой муж? Твой идеал мужчины? Какой национальности он будет? Я отвечала уже на этот вопрос, но если хотите, отвечу еще раз. Для меня не принципиально важно, чтобы человек был именно моей национальности. Это не важно абсолютно, но просто я считаю, что лучше, если он будет какой-то кавказской национальности, потому что у нас у всех традиции одинаковые. Я думаю, что нам просто будет проще вместе. Какие-то вещи мы будем смотреть в одну сторону. Ну, знаете, любовь такая штука. Ты можешь всю жизнь говорить, что, например, мне не нравятся качки, к примеру, а потом влюбиться в качка. Поэтому нельзя никогда ничего загадывать. Какой будет мой муж? Ну, когда будет, тогда и увидим. Умеешь петь? Нет. Я вообще не умею петь. Мне медведь на ухо наступил, как говорят. Вообще никаких способностей в плане пения у меня нету. Да и планов подобных. Знаете, никогда не было такого, что прям я хотела петь, хотела стать певицей. Иногда бывают люди там в душе поют. У меня никогда. У меня прям такое стеснение, сжатость вообще. Вы не смотрите, что я там видеоблогер. Но в жизни я очень сжатый человек. Очень даже закомплексованный. Поэтому певица, актриса из меня никакая. Что бы ты сделал, если бы увидела фанатов, которые бежат на тебя, бегут на тебя толпой? Я не представляю такого. Я не ощущаю себя знаменитой. Я не верю, что такое может произойти, что я стою тут, все подписчики на меня такие бросаются. Конечно, будет безумно приятно, но я просто не верю, что со мной такое может вообще произойти. Я, конечно, понимаю, что число подписчиков с каждым днем растет. Это безумно приятно. И иногда они меня встречают в жизни, но мы очень умные подписчики. Наверное, все в меня, да. Очень этичные. Знают, где что говорить. Ну, вот я не встречала еще свою подписчику, подписчицу или подписчика какого-то неадеквата. Поэтому я думаю, что такое пока что со мной не произойдет. В ближайший год как минимум. Как ты относишься к России? Ты очень красивая. Спасибо большое. К России отношусь просто замечательно. У вас очень вкусные колбаски, сосисочки. Ну, прям божественные. У тебя нарученные реснички? Нет, но я очень бы хотела нарастить. Очень много вопросов. Привет, как ты решила стать блогером? Почему решила создать канал на YouTube? Просто очень интересно. Ну, я просто смотрела других блогеров. И мне очень хотелось тоже иметь какой-то канал. Долгое время я снимала видео, которые никому не интересны. Вообще, мой совет вам. Если вы тоже хотите стать блогером, не сдавайтесь, снимайте. Но если ваши видео не набирают вообще просмотра, то двигайтесь в другом направлении. Может быть, вы просто снимаете видео на тему, которое сейчас уже полно на YouTube, и уже YouTube предлагает тех блогеров, у которых много подписчиков. Пробуйте себя в разных сферах. очень вкусно. Занималась когда-то профессиональным спортом. К сожалению, нет, но всегда мечтала заниматься художественной гимнастикой. Я даже в детстве никуда не ходила, могла спокойно сесть на шпагат, сделать мостик. У меня это все очень хорошо получалось, но к сожалению, родители не отдали меня на эту секцию. Вообще, сейчас я думаю, может, даже хорошо, что не отдали. может быть, я захотела бы свою жизнь связать со спортом, а потом бы стала каким-то тренером, не захотела бы учиться и так далее. вообще, я считаю, кем бы ты ни хотела быть, не важно. Даже если ты не хочешь по специальности работать, обязательно нужно идти на высшее образование. Это на мой взгляд. Даже если бы я знала, что я никогда не буду работать по своей специальности, например, бухгалтером и так далее, я бы все равно пошла бы и получила это высшее образование. На мой взгляд, это как школа. Мы же в школу идем не для того, чтобы получить аттестат, а чтобы чему-то научиться. Университет то же самое. Вспоминаю я себя до поступления в универ и сейчас. Сколько книг было прочитано в процессе обучения. Я когда поступала, я элементарно свою мысль не могла выразить правильно. Сейчас как бы я более... Не то, чтобы раньше я была какая-то вскованная, а сейчас я какая-то свободная. Может, у тебя просто повзрослело, но мне кажется, мне помог измениться именно университет. Зачем фотошопить еду на обложке в видео? Ну, так просто обложке получается красивее, мне кажется. Аппетитнее. Вообще, мне кажется, все блогеры сейчас так делают. То есть на эту обложку хочется кликать, когда аппетитно смотрится, поэтому... Смогла бы ли ты кому-то простить предательство? Да, может быть, я бы сказала, да, я тебя прощаю и так далее, но общаться дальше с таким человеком я бы навряд ли смогла. Поэтому нет, наверное. Следующий вопрос. Носила ли я когда-нибудь брекеты, помогли ли они мне? Да, я носила брекеты, и я осталась недовольна. Во-первых, я ожидала, что у меня будет идеальная улыбка, потому что брекеты я носила три с половиной года. Ребята, это очень много. Теперь у меня после брекетов проблемы с деснами. Я лечу десна, они меня кровоточат. Даже сегодня утром была у стоматолога. Эту проблему, оказывается, не так уж уж легко решить. Да, зубы стали ровнее, лучше, но появились другие проблемы. Поэтому я не знаю, советовать вам брекеты или нет. Наверное, все зависит от стоматолога. У меня был ужасный стоматолог. Я не знаю, что он делал на протяжении трех с половиной лет, но точно не выравнивал мои зубы. Они стали желтые, такого странного цвета. Интересный вопрос. Что бы ты делал, если бы отключили интернет во всем мире? Не знаю насчет всего мира, но когда интернет отключают у меня дома буквально на один день, я не знаю, что делать. То есть я не могу представить, что когда-то мы жили без интернета. Ну как это возможно? Давайте выпьем водичку. И все, я села, все. Постаралась ответить на ваши актуальные вопросы. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok